В начале Сирии, где операция «Возмездие» проводит воздушно-космические силы России, наши самолеты, в том числе дальняя авиация, наносят удар за ударом, и террористы исламского государства, запрещенного в нашей стране, массово покидают позиции. Город Рака, который с 2013 года считался их оплотом, стремительно пустеет. Зато мирные жители, увидев, что боевики обращаются в бегство, начинают возвращаться в свои дома, в том числе в пригороды Дамаска. Подробности у Петра Дерягина. Они возвращаются в свои дома. Больше 7,5 тысяч семей, это 50 тысяч жителей, вновь прибыли в пригороды Дамаска. Официальная церемония в честь этого возвращения людей больше похожа на народный праздник. Тем временем, по многочисленным свидетельствам местных жителей, главари запрещенного в России ИГИЛ напротив поспешно бегут из Раки. Операция «Возмездие» продолжает набирать силу. За последние сутки порядка 130 вылетов наших самолетов. Местные жители наблюдали, как ведущие лидеры и командиры исламского государства в четверг покидали сирийский город Рака после того, как группировка понесла тяжелые потери под ударами авиации России и крылатых ракет ее военно-морского флота. Разведывательные источники подтвердили сообщения граждан о том, что лидеры боевиков бегут из так называемой столицы исламского государства после того, как сотни ее боевиков бежали из города в среду. Сегодняшнее состояние бандформирования исламского государства всего после трех дней операции «Возмездие» вполне можно описать одним словом – паника. Это подтверждает многочисленные разведданные. В результате понесенных потерь полностью нарушено управление бандформированиями, действующими в провинции Хомс. Нам из зафиксированных случаев отказа от выполнения поставленных задач. Так, боевики полевого командира Абу Масаба Ассури и состава группировки Джибгата Нусра не выполнили задачи по уничтожению подразделения вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Дер-Ханна. А полевой командир с подзывным Абу Хусан нарушил приказ руководства и отказался выдвинуться со своей группой в район населенного пункта Тельбиса провинции Хомс. Только за последние дни уничтожено сразу несколько полевых командиров, боевиков, а также почти два десятка особо важных объектов их инфраструктуры в Сирии. Потери исламского государства колоссальны. 16-ю крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожено 7 особо важных объектов террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В дальней бомбардировочной авиации поражено 12 объектов вооруженных формирований ИГИЛ, в провинциях Рака и Дер-Изор. А ударная авиация с аэродрома Ахмеймим выполнила 100 боевых вылетов и уничтожила 190 объектов банформирования. Среди них 58 пунктов управления, 41 склад боеприпасов, 17 опорных пунктов и оборонительных позиций и 74 района сосредоточения. В сирийском правительстве подтверждают, в регионе снова становится безопаснее. Создан комитет, который будет заниматься выплатой компенсации тем, кто решит восстановить свои дома. Мой сын воевал в рядах сирийской армии. Он погиб 22 августа на линии фронта в Дали. Мы вернулись сюда два месяца назад и отремонтировали свой поврежденный дом. Операция возмездия продолжается. Сегодня идут с четвертые сутки. К сирийским берегам также отправились и французские военные корабли. Речь идет уже о полномасштабном сотрудничестве против одного общего врага. Петр Дерягин, Первый канал.